всех приветствую сегодня нахожусь в отпуске но отпуск это не значит что я не должен записывать для вас видео и сегодня решил сделать немножко так вот не записывать будни но ответить на ваши вопросы и судя по ним их было много я отобрал те которые вы оценили тоже которые вам интересны самые популярные вопросы которые вы задавали у нас либо в паблике вконтакте либо в telegram канале и сегодня попытаюсь на них ответить честно говоря мы про эту рубрику уже давно забыли поэтому я думаю и надо делать ежемесячную какой-нибудь последняя неделя месяца делать рубрику ответ на вопросы чтобы мы с вами на актуальные темы говорили конечно есть там будни московской биржи есть вебинары которые нас проходят дима много часов а текущей ситуации говорим но все-таки думаю ответ вопросы рубрика полезная итак давайте начнем начнем сегодня с первых вопросов которые поступили сначала вконтакте а потом из телеграм-канала итак начнем с того вопросов первые пять шесть акций рф на 35 лет от вас дмитрий давайте сразу скажу когда мы сегодня будем вообще обсуждать акции и так далее их перспективы надо отсечь крайности которые могут произойти на самом деле с россией с российской экономикой я сейчас не хочу наш первая крайность это то что завтра все поцелуются с друг с другом и санкции снимаются экономика развивается семимильными шагами не знаю там и тогда не так далее эту конечно не будет то есть рассчитывать на то что так всё случится завтра нет может быть где-то там через энное количество лет но завтра это не случится и второе я не рассмотри какие-то apиках апокалиптически сценарии не знаю там экономике российской больше не существует все ужасно какие не знаю и тогда то есть мы берем с вами исходя из контекста что постепенно постепенно не спеша российская экономика будет выходить все-таки в плюс, да, пусть сильные просадки, постепенно-постепенно восстановление в той или иной мере. Поэтому, если исходить из этого, да, такого немножечко все-таки позитивного тренда, который может быть, я бы взял... Какие акции бы я бы взял? Прежде всего, это, конечно же, акция типа Новотека. Почему Новотек? Потому что газовые проблемы, скорее всего, в Европе могут продлиться еще несколько лет. Новотек в этом плане очень хороший, он не только в Европу, но и в Азию гонит газ, плюс у него хорошие новые проекты, Arctic SPG, которые сейчас у них запускаются уже в следующем году, то есть увеличение объемов продаж, то есть там все в этом плане хорошо. Например, такую акцию, как Магнит, который работает на внутреннем рынке и зарабатывает в них неплохие деньги. Вот мне недавно вышел отчет. Допустим, Positive Technologies, который работает чисто в России, без всяких ГДР, КДР, которые зарабатывают хорошие деньги, которые работают на внутреннем рынке. Опять же, если будет восстановление в строительной области, это, конечно же, компания Самолет, которая работает на подмосковном рынке и потом будет в Москве и выходить в регионы постепенно. То есть можно сказать, что некое количество акций можно взять. Например, можно, опять же, с натяжкой, наверное, МТС назвать, но там тоже не все так гладко, потому что потребительский спрос падает, люди переключаются на более дешевые тарифы и коммуникационные есть определенные проблемы с поставкой оборудования. То есть не все так просто. А тем более, говорит, про 3-5 лет, когда мы не понимаем, что будет уже в следующем году. Дальше. Следующий. Сбербанк за пол капитала – это хорошо. Давайте, во-первых, мы не знаем, какой сейчас капитал у Сбербанка. Сбербанк не отчитывался и не показывал его капитал на текущий момент. Если судить по словам Германа Оскаревича, который, по-моему, в июне или в июле говорил, что самое плохое для банка пройдено, то, скорее всего, какую-то часть капитала они потеряют, какую мы не знаем. Допустим, 20% капитала не потеряли. В этом случае, даже при потере 20% капитала текущая стоимость Сбербанка неплохая, особенно если мы берем некий позитивный сценарий, когда российская экономика постепенно возвращается к тому, где она была на начало 2022 года. То есть, пускай займет на это несколько лет. Но если мы к этому вернемся через 3-4 года, то Сбербанк по текущим ценам мне выглядит неплохой идеей, поэтому немного держу у себя в портфеле сейчас и покупал как раз таки на этих минимальных значениях. Следующий вопрос. Дим, какая просадка по счетам на Мосбирже после 2024? Скажем так, просадка я не смотрел именно с 2024, а смотрел с максимального значения, которое у нас было осенью 2021 года, то есть, когда мой портфель достиг исторического максимума, с этого исторического максимума до момента, когда мне пришлось распродать большую часть портфеля или почти весь портфель, чтобы его заново пересобрать, у меня просадка была минус 35% в рублях. Ну, правда, видите, доллар немножко помог, и в этом случае в долларах просадки оказалось-то и, по сути, нету. Ну, ладно, то есть, просадка была с максимум до минимума в минус 35%. Дальше. Стоит ли сейчас и вообще в ближайшее время заходить на рынок РФ, пока есть дисконт? Смотрите, многие акции сейчас торгуются действительно с огромнейшим дисконтом к своей справедливой стоимости, там, не знаю, в 50-80%. Опять же, если, особенно компании типа глобальных депозитарных расписок в России, здесь их особо инвесторы не любят, поэтому они торгуются с большим дисконтом, если, давайте так, экономика постепенно будет возвращаться к некому новому нормальности, постепенно восстанавливаться, а глобальные депозитарные расписки, которые торгуются на российских площадках, каким-то образом спокойненько конвертируются в Россию, в российские, ну, в Россию, в российские компании, как это в свое время сделал там лента, как сделал в свое время N+, как сделал Русал, тогда действительно есть огромный потенциал сходить процентов на сто и более процентов по многим бумагам. Вот, поэтому если вы позитивный человек, позитивно настроенный на экономический, то да, есть какие-то компании, которые мы покупаем, и у меня сейчас портфель, я его полностью практически распродал после 24 февраля, уменьшил его, к сожалению, размер, потому что при таком курсе доллара мне было интереснее, стало инвестировать в глобальные больше акции, оставил часть, которую я сейчас, собственно, пособирал акции. Это мой портфель, кстати говоря, вы можете увидеть в Тинькофф Пульс, если найдете, наберите в Яндексе Уолл Стрит Про и сразу попадете в мой аккаунт Тинькофф Пульс. Если у вас есть там счет, то вы сможете увидеть мой портфель. Дальше. Что с дивидендами по иностранным акциям на СПБ? А что с ним? Я, к сожалению, не знаю, что с СПБ. Роман Горюнов сказал, что все должно быть выплачено, потому что сейчас, по идее, СПБ биржа работает напрямую с международными контрагентами, и, по идее, деньги из этих агентов должны попадать прямо на счета СПБ биржи. Она должна распределять. Я, честно говоря, не знаю, что с ними, потому что через СПБ биржу после 24 февраля я не инвестирую. Дальше. Теперь переходим к вопросам, которые к нам пришли из Телеграм-канала. А какие средние и долгосрочные перспективы у Газпрома? Честно говоря, для меня Газпром больше не существует после того, как, по сути, было изъято у акционеров. Давайте будем политкорректными словами это говорить, все-таки публично высказываемся. Изъято у акционеров в пользу государства дивиденды. На этом, как бы, наша история с Газпромом закончилась. То есть, знаете, очень долго можно нарабатывать для себя репутацию, очень много обещать инвесторам, что вот заплатим, сделаем то. Ну, а потом главный акционер в лице государства рушит все-все возможные, как бы, приличия и экспроперирует ваши деньги в свою пользу. Поэтому на этом наши перспективы в Газпроме закончены. Стоит ли брать сейчас юань с учетом его на нависшие девальвации относительно доллара? Вопрос очень хороший. Во-первых, надо разобрать по кускам. Нависшая девальвация. Если, наверное, Китай может использовать юань как некое экономическое оружие против США, потому что, девальвировав юань, они сделают очень сильно конкурентоспособность, то есть дадут конкурентоспособность своим товарам, и американцы будут расхватывать китайские товары как пирожки. И, соответственно, Китай сможет больше экспортировать. Если помните историю Японии, Япония поднялась после Второй мировой войны на дешевом юане. Юань был дешевый, и, соответственно, японская экономика могла захватывать новые рынки, рынки сбыта. И в какой-то момент в 80-е годы Британия и США встретились с японскими экономическими органами, премьер-министром и сказали, что дальше хорош, и сделали так, чтобы иена укрепила. С тех пор у японцев проблемы относительно экономического роста за счет крепкой иены. Вот сейчас Китай, я думаю, вполне от закулисных своих разговоров использует возможность девальвации своего юаня, чтобы насолить США. Но, опять же, это оружие, скорее всего, финальное. Да, они могут чуть-чуть, видите, как сейчас немножко девальвировать, но, опять же, надо понимать, что доллар сейчас укрепляется ко всем мировым валютам, кроме рубля. Но рубль сейчас, по сути, играет свою игру абсолютно. Вот. Поэтому, наверное, часть юаня можно держать. Можно в этом случае держать еще гонконгский доллар как противовес. То есть, сейчас спред гонконгскому доллару сократился меньше, чем до 2% справедливой стоимости. Поэтому, если вы будете использовать и юань, и гонконгский доллар, я думаю, в этом случае у вас будет снижен риск того, что юань девальвируется. Дальше. Есть ли сейчас смысл выходить из недвижки России и входить в российский рынок? Опять же, мы уже говорили про российский рынок, что если экономическая ситуация будет улучшаться, то, конечно же, рынок вырастет, наверное, сильнее, чем рынок недвижимости. Но при определенном, да, сценарии. Если сценарий не сбудется, то он не вырастет. Но, смотрите, в чем здесь суть, когда мы говорим про недвижимость и рынок акций. Вообще, я рекомендую любому инвестору, если такая возможность есть, иметь и недвижимость, и рынок акций. Не знаю, если у вас 10 квартир, ну, наверное, можно парочку продать и вложить в фондовый рынок, купив дешевые акции. Но если у вас одна квартира, ее продать, чтобы на фондовый рынок перекинуть, наверное, нет, потому что это слишком рискованно. Вот, это чрезмерный риск. Наверное, есть смысл продать квартиру в России, используя текущий сильный рубль и купить, например, недвижимость, например, там, не знаю, в Дубае или в Арабских Эмиратах или, возможно, где-нибудь в Азии, куда вы там летаете, в Таиланд, например, да. То есть текущий курс рубля при текущей стоимости недвижимости в России делает интересным, наоборот, приобретение недвижимости за пределами России, а не внутри России. Если, опять же, у вас есть готовая недвижимость, то есть у вас есть готовый кэш, который вы можете потратить. Купить недвижимость за рубежом, никаких проблем нет, все это делается без проблем. Дальше. Дмитрий. Добрый день. Добрый. Вопрос из области психологии. Как перестать суетиться на рынке, не принимать поспешных решений? Вопрос. И как не расстраиваться, если думаешь, что ты ошибся? Спасибо. Чтобы перестать суетиться на рынке, нужно снизить значимость, вообще значимость каждой сделки на этом самом рынке. То есть выделяете в рынок ровно столько денег, сколько для вас грань, где вы слишком сфокусированы на рынок, где вам плевать на этот рынок. То есть у меня на рынке ровно столько, допустим, на рынке акций, ровно столько денег, что я считаю, если они в ноль превратятся, для меня это будет неприятно, но это будет не фатально. Поэтому я спокойно отношусь к тем перепадам, там плюсам, минусам, которые у меня внутри дня происходят. Поэтому инвестируйте ровно столько, чтобы вам было не боязно за этот капитал. Вот и все. И как не расстраивайтесь, если думаешь, что ошибся? Ну, все ошибаются. Помните, что любая ошибка, это если вы правильно с этой ошибкой проработали, вы ее оценили, ее поняли, где ошиблись, и как в следующий раз не ошибаться, это одна из ступенек, которая сделает вас только сильнее и позволит вам в будущем улучшить свои результаты. Поэтому вообще по этому поводу не надо напрягаться. Дальше. Стоит ли сейчас покупать или держать длинные ОФЗ? Наверное, сейчас покупать или держать длинные ОФЗ менее интересно, потому что у нас основное движение по ставке уже произошло. В дальнейшем оно возможно еще будет снижаться, ключевая ставка в России скорее всего будет снижаться, по крайней мере, в краткосрочной перспективе так кажется. Даже длинные ОФЗ могут чуть-чуть подрасти, но какого-то сильного уже притока денег вы вряд ли получите. Длинные ОФЗ хорошо держать как раз-таки после поднятия ставок, когда ставки поднялись, вот в этот момент хорошо покупать длинные ОФЗ. И наоборот, когда ставки опускаются, лучше работать или опускать или уже дно ставки где-то близко, лучше работать с короткими облигациями, нежели чем с длинными. В этом случае снижается риск резкого попадания. Если вдруг завтра опять ЦБ на 10% повысит ставка, у вас длинные ОФЗ вас просто разорвет. Значит, умный инвестор спрашивает, какую долю крипты держишь от общего портфеля? Ну, сейчас доля крипты составляет, я думаю, менее 2% от моих активов. Это связано прежде всего с тем, что это достаточно сырой рынок с кучей проблем, с кучей проблем хранения, с кучей проблем с инвестированием этих денежных средств. Поэтому, естественно, там пока доля не сильно большая. Но в будущем я планирую все-таки эту долю увеличивать. Она уже сейчас увеличивается, но очень медленно я больше все-таки вкладываю в активы, которые обеспечены денежными потоками. Гонконгская биржа. Гонконг все-таки Китай или подвластная США структура? Китай — это у нас особо административная зона в Китае, у которой есть собственные законы, собственная валюта, собственное законодательство, но все-таки она под колпаком китайской коммунистической партии, как бы этого не хотелось. И поэтому Гонконг все-таки это скорее Китай. Но Гонконг, как и любая другая, другой финансовый центр, он очень взаимосвязан с другими финансовыми центрами, прежде всего Лондон, Нью-Йорк. И здесь, конечно же, Гонконг будет следовать фарватере в моменте санкционных моментов, которые устроили ребята с запада. Поэтому при покупке гонконгского доллара, скорее всего, здесь риски, они минимальны, потому что все-таки это Китай. И здесь никто отключать не будет России от Гонконгского доллара, даже при том, что Гонконг — это особая экономическая зона. Поэтому, наверное, какую-то часть денег в гонконгском долларе держать можно, и я вряд ли думаю, что здесь что-то случится. Но, опять же, сейчас предсказывать такие вещи очень сложно. Дмитрий, когда и при какой цене на нефть продаем акции нефтяников? Я как раз недавно докупал нефтяников, докупал Петру Бразильеру на всем это деле, немножко купил Shell, немножко купил BP в портфель. Правда, продал Exxon, думаю, что это максимум. Когда же все это? А, еще, конечно, китайский CNPC купил сейчас на фоне будущего потенциального хорошего дивиденда. Вот уже через несколько дней будет отчитываться китайская компания. Но когда это все разгружать? Я тоже задавал совет, вопрос. Я лично буду разгружать это только, наверное, при условии, что случится новый энергетический кризис куда-нибудь ближе к зиме. Нефть достигнет 200-300 долларов за баррель. Соответственно, я сейчас, конечно, цены условно называю. Надо сказать так, что я буду продавать часть нефтянки в тот момент, когда все будут говорить, охренеть, вот это стоимость нефти. Когда все будут охреневать от стоимости нефти, этот момент как раз хороший для закрытия позиций. Хотя бы частичное закрытие позиций. Вот. Поэтому ждем, когда все мы скажем, ни хрена себе вот эта цена на нефть. Вот тогда я буду закрывать нефтяников. Какая это будет цена? Увидим. Посмотрите, что цена на электричество в Германии и во Франции. Вот, например, то же самое может с нефтью произойти. Поэтому ждем. Главный вопрос. Никуда инвестировать, а как свести к минимуму риск блокировки активов? Очень хороший вопрос задал Сергей. И чтобы снизить риск блокировки активов, вы должны, скажем так, если вы инвестируете внутри России, то, конечно же, это российские акции только в России без ГДР. Это недвижимость, находящаяся в России. Если вы не хотите инвестировать на глобальных рынках, чтобы свести к минимуму риск блокировки, вам необходимо иметь либо вид на жительство в государствах, например, в США или в Евросоюзе. В этом случае риск снижается до минимума. Либо иметь паспорт зарубежный, и тогда это тоже риск этого снижается к минимуму. Вот и все. Расскажите ваши планы на ближайший год. Ну, перефразирую поговорку про «расскажи свои планы» и «на смеши Бога». Поэтому, честно говоря, не хочется рассказывать, раскрывать планы на год, но отчасти могу сказать, что я уже сейчас сделал. И сейчас я максимально перевел свои портфели в режим генерации денежного потока. То есть, теперь практически нет у меня акций, которые бы не генерировали хотя бы копеечку. И весь этот денежный поток я буду использовать сейчас для аккумуляции и для возможного инвестирования в какие-то интересные возможности, в том числе, допустим, зарубежную недвижимость. Поэтому, смотрим, что будет происходить, но первично это, конечно же, генерация денежного потока. Это все портфели сейчас работают только на это. Риски АДР, компании работающих вверх. Но в России нет у нас АДР, у нас есть ГДР, глобальный депутат на расписке. Значит, риски их заключаются в два риска основных, которые есть. Первое, это то, что пока не работает мост НРД и Евроклир, все переходы прав собственности учитываются только в России. При том, что они должны учитываться на более высоком депутатарии в Евроклире и дальше поступать в компанию. То есть, покупка внутри России, по сути, говорит о том, что компания не знает, что вы являетесь ее акционером. То есть, вы купили акции, но только вы там и только НРД внутри России знает, что вы акционер, но при этом, когда будут выплачиваться дивиденды, головная компания не знает, кому платить эти дивиденды. Поэтому дивиденды не платятся у ГДР. Плюс ГДР не может уже перечислить дивиденды через в Россию, потому что мост не работает, а они сначала переселяют в Евроклир, Евроклир в НРТ, а НРТ уже распределяют по брокерам, брокерам по счетам. Поэтому основной риск заключается в том, что вы, купив ГДР в России, может случиться так, что вы, во-первых, не будете получать дивиденды. Во-вторых, учет прав вас будет на высшем депозитарии не учитываться, и это может превратиться просто в фантики, если дела совсем пойдут плохо. Следующий вопрос. Перспективы МВИДИО детского мира на срок полтора-два года. Стоит ли брать сейчас? Я взял Детский мир, потому что Детский мир показал хороший финансовый отчет, и вроде как восстановление пошло. Что касается МВИДИО, пока отчетов нету, я в него не лезу. Как собрать всепогодный портфель из российских акций и облигаций? Ну, я бы добавил помимо акций сюда и облигаций, сюда еще бы, допустим, пифы недвижимости. То есть мы берем ЗЗПИФ и недвижимость, закрытые по его инвестиционной фонду недвижимости. Добавил бы сюда золото, сейчас есть на московской бирже. У нас контракт на золото и облигации, которые бы сюда покупал. Я покупал бы, наверное, только ОФЗ с переменным купоном, привязанным к ставке РУОНИ. Вот тогда бы у нас получился действительно всепогодный портфель. То есть, когда ставки у нас сильно растут вверх, и значит, это инфляция. В этом случае золото вылетает наверх. Ставки по облигациям, поскольку у нас они привязаны к условно ставке ключевой ЦБ, у нас тоже вылетает вверх. Мы больше зарабатываем. В этот момент акции вниз. Ну и наоборот, когда ставки снижаются, у нас акции вверх. Облигации дают чуть меньше дохода, ну и так далее. То есть, я бы добавил все. И недвижимость, она как якорная такая вещь, которая помогает. Поэтому недвижка, золото, облигации, привязанные либо к процентным ставкам, либо к инфляции, и акции, где бы были и экспортеры, и компании, работающие на внутреннем рынке с дивидендами обязательно. Нефтянка. Лукойл, Роснефть, Отнефть, Детский мир в перспективе. Про Детский мир мы поговорили. Значит, по поводу российской нефтянки, наверное, хочется сказать то, что сейчас очень много неопределенности вокруг нее за счет того, что, может быть, со стороны стран G7 и входящих в нее Евросоюз будет введено ограничение по цене на продажу этой нефти. Поэтому будем смотреть. У меня сейчас есть Лукойл, но с каждым днем я все больше и больше теряю веру в него, потому что непонятно, кто теперь собственной компанией. Непонятно теперь, будет ли соблюдаться див политика, не будет соблюдаться див политика. Лукойл делает какие-то странные покупки у своего же крупного акционера, выкупает футбольный клуб «Спартак». Непонятно, зачем он нужен этот «Спартак» Лукойлу. По сути, опять же, за счет денег акционеров выкупается. То есть, кто давал согласие выкупать этот клуб. Но я как акционер не давал и не хочу, чтобы Лукойл выкупал убыточный клуб. Зачем он мне нужен? Вы лучше дивиденды выплатите. Поэтому у меня есть Лукойл по старой памяти. У меня есть Новотек. Это все, что есть из российской нефтянки у меня сейчас. Мне больше нравится нефтянка, честно говоря, китайская, бразильская. Там попонятнее. Не как инвестиционный совет. Расскажи про свой криптопортфель и просто какие сектора в крипте будете рассматривать для потенциальных покупок на будущий бычий рынок. У меня сейчас 95% моего криптопортфеля – это биткоин и 5% эфир. Все другое пока я не покупаю. Считаю, что биткоин может стоить миллион долларов. Непонятно когда, но я думаю, на нашей жизни мы это еще с вами увидим. Покупать ли облигации в юанях? Я не покупаю облигации в юанях сейчас. Почему? Потому что Русал вот недавно размещался. 3,8% текущая доходность в юанях. Зачем она мне нужна 3,8%, если я куплю China Mobile, например, у которого дивиденды 9%. То есть я куплю China Mobile и каждые полгода также буду покупать свой, купон только уже под 9%, а не 3,8%. Вот ответ на этот вопрос. Как распределены активы между разными локациями? Например, сколько приходится на США, Европа, Азия, РФ хотя бы приблизительно? Основное, конечно же, больше 50% в портфеле приходится на США, больше, наверное, процентов 60%, процентов 20, наверное, там 25% на Европу, остальное все на Азию. Российский рынок акций сейчас у меня примерно равен портфелю. Даже смотрел, сейчас у меня портфель российский примерно равен портфелю сингапурскому. То есть Сингапур проинвестировал, например, столько же, сколько в Россию сейчас. Вот примерно сколько стал значимым. Вот так вот дальше. Дмитрий, как вы оцениваете вероятность запуска SP-1, SP-2? Я думаю, SP-2 не запустится, пока идут активные боевые действия. И то даже если они закончатся в какой-то обозримой перспективе, я думаю, пройдет еще немало времени, чем европейцы вообще согласятся с Россией каким-либо образом работать. Вот так вот. Когда на завод, спрашивает у нас Смайлик. На завод мы, наверное, пойдем тогда, когда уже вариантов других не будет. Но я думаю, к тому времени, когда других вариантов заработка не будет, тогда мы станем с вами в очередь, чтобы попасть на этот завод. Поэтому, надеюсь, все этого никогда не случится. Вот. С вами был Дмитрий Черемушкин. Он ответил на не все, к сожалению, вопросы, на самые популярные. И, наверное, в сентябре мы с вами устроим еще один такой выпуск. И, надеюсь, отвечу на те вопросы, которые в этот раз сюда не попали. Спасибо, что сегодня были со мной. До новых встреч. Пока. Не забудьте поставить лайк, чтобы мы дальше продолжали делать эту рубрику. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok